Итак, мы продолжаем наши беседы по афоризмам Льва Толстого. Покой души вашей вы найдете, если возьмете на себя крест Христа, но радость его найдете только, когда понесете этот крест так долго, как он того от вас потребует. И только тогда вы истинно войдете в радость Господина Своего. Итак, цель нашей жизни заключается в том, чтобы взять на себя свой крест, свою судьбу. Надо понять, что в этом заключается счастье. Некоторые думают, что жизнь предназначена для того, чтобы наслаждаться. Но Шмад Бхагаватам говорит о том, что человек, когда рождается, он испытывает в десятки раз больше страданий, даже, чем когда оставляет тело. Он 9 месяцев находится, как в темнице, утробе матери. И на 7 месяце, когда он осознает себя, он вспоминает до 100 своих прошлых жизней. И в это время он очень сильно расстраивается, переживает, что он не выполнил ни разу той задачи, которую должен выполнить. Потому что задача заключается в том, чтобы осознать себя душой. Каждый раз, когда человек рождается, он попадает под влияние силы, вот это желание наслаждаться этим миром. И эта сила, она настолько сильно влечет за собой, что человек забывает про свое истинное предназначение, свою истинную духовную природу он забывает. В результате, потом опять, когда человек оставляет тело, то перед его глазами проносится вся его жизнь, с начала до конца. И в это время он раскаивается в том, что он опять не смог выполнить свое предназначение. Потому что мы, по факту, живем для Бога здесь. И по факту мы не здесь должны жить. Это не место для жизни человека, земля. Мы должны жить в духовной обители, где нет смерти. Мы по своей природе вечные. Душа по своей природе, она не стареет никогда. Но тело стареет. В нашей психике действуют два времени одновременно. Одно время — это то, к чему мы здесь привязаны. В результате того, что мы хотим испытывать счастье от этого мира, в котором мы находимся, впадаем под влияние внешнего времени, материального времени. Материальное время действует двумя способами на нас. Оно старит тело, тело стареет постоянно. И оно увеличивает в тонком теле, в психике нашей, увеличивает трудности. Потому что, когда человек совсем маленький, на его психику трудности почти не действуют. Судьба не действует почти на психику. Ребенок, он наслаждается просто жизнью, он испытывает счастье. Но потом постепенно трудности возрастают все сильнее и сильнее. И к старости человека уже гнет. Ему очень трудно, ему очень тяжело жить. И причина, почему так, почему все время увеличиваются трудности. Причина только одна, чтобы мы задумались о том, что это не наше место, что не здесь нам надо жить. Но мы все равно цепляемся за эту жизнь. Мы хотим жить дальше, мы хотим, строим планы. И в тот момент последний, когда человек оставляет тело, чаще всего он даже не знает, что он скоро оставит тело. Так действует психика человека, что обычно перед оставлением тела все успокаивается, боли проходят. Как помните, письмо читал, писал этот солдат, который погибал в танке. На самом деле так всегда бывает. Перед самым уходом человек, может быть, за день, за несколько часов, у него проходят боли, ему хорошо становится. Он думает, что он без проблем, он еще проживет. В этот момент приходит смерть неожиданно, приходит со спины неожиданно. Так человек чувствует психически, может почувствовать опасность, но смерть невозможно почувствовать. Она приходит сзади, потому что мы чувствуем спереди всегда все. И она схватает живое существо и начинает вытаскивать из тела. И поэтому это приводит к тому, что душа сокрушается, она хочет опять продолжать здесь жить, в этом теле. А в душе, вот мы духовную природу имеем, счастье все возрастающее имеет душа. Поэтому мы верим, что завтра будет лучше, чем вчера. Мы в это верим. Почему? Потому что счастье все возрастающее природу имеет в сознании, в душе. Интересно знать, что когда человек просто начинает думать о духовном, просто начинает думать о Боге, о святости, о чистоте, просто читает Священное Писание, начинает так жить, в таком ключе, в таком настроении, просто начинает это делать, немедленно его счастье начинает возрастать в жизни. Немедленно счастье начинает возрастать. Все больше и больше и больше. И наступает такой момент, когда человек уже побеждает в старости. Если он, допустим, уже в пожилом возрасте, но у него очень сильная связь с Богом, то все страдания, которые на него должны навалиться, они разрушаются. Это энергия счастья, которую испытывает душа, находясь в отношениях с Богом. И поэтому для такого человека нет ни смерти, ни страданий, ни чувства, что какие-то трудности могут быть в жизни. Я сегодня с утра молился и почувствовал вот это вот состояние, что я нахожусь вот здесь, в середине, что я состою из какой-то необыкновенной силы, чистоты, вечности и непобедимости. Непобедимости. Когда душа, и это все благодаря тому, что я постоянно думал о святом человеке. И я постоянно думал о святом человеке и настраивался на имя Бога постоянно. Я почувствовал Господа в действиях этого святого человека. И в этот момент я начал чувствовать себя вечным, и победа, ощущение победы, господство над своей судьбой возникло в этот момент. Когда человек пытается в этом мире добиваться чего-то, он всегда теряет, каждую секунду теряет, потому что он соприкасается с временем материальным. Оно его постоянно удручает, 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 удручение приводит. Часто люди подходят ко мне на фестиваль и говорят, Олег Геннадь, я хочу с вами поговорить. Все хотят личного общения, но я вот сейчас личное общение делаю. Часто люди думают, что здесь я просто что-то выговариваюсь. Я именно сейчас личное общение даю, оно побеждает судьбу. А когда вы подходите ко мне лично, вы хотите, чтобы я ваши внешние проблемы как-то решил вот так, раз, и оп, легче стало. Это иллюзия. Это иллюзия. Внешние проблемы решаются только с помощью этого фестиваля. И на самом деле этот фестиваль самый удачливый, он самый лучший этот фестиваль. Я очень радуюсь в своем сердце этому фестивалю. Почему? Потому что вам тепло только на лекциях. Самые разумные приходят на лекции погреться, потому что в номерах холодно, на улице дождь. Везде холодно, на лекциях тепло. И тепло какое? Очень качественное. Потому что это тепло идет от лектора, который пытается дать духовное знание. От людей, которые сидят вокруг. Все соединяются от энергии тепла, душевного тепла. Очень качественное душевное тепло в зале всегда. И люди очень счастливы. Потом много всяких гимнастик, упражнений, танцев. Кто на танцы ходит? Поднимите руку. Смотрите, сколько? Что-то мало. На танцы можно всем ходить. Старым, молодым, тонким, толстым. Всем. Там прям с нуля можно выучиться танцевать. Что-то мало в этом году. Места мало на танцы. Что, вот те, кто ходит, вам мало места там? Да. Да? Значит, много ходят. Не все руки поднять. Обычно зал большой мы даем. Итак, человек может взять на себя свой крест только тогда, когда у него очень много счастья внутри. Когда он очень сильно соединяется со святостью, это нужно внимательности. Нужно очень концентрированно думать о святом человеке, думать о его качествах, размышлять о его жизни, о его поступках. И постепенно, когда человек начинает таким образом настраиваться, то в его психике постепенно сознание переходит из головы в сердце. Это первое, что происходит, он начинает, особенно если эти мысли сопровождаются повторением молитвы. В сознании молитва начинает звучать отсюда сначала, такой необычный эффект отсюда. Потом постепенно все больше и больше человек начинает чувствовать какую-то силу, победу, свободу. И потом эта сила начинает распространяться на события, которые происходят вокруг. Это реально происходит, как... Эта наука, человек изучает внутреннюю жизнь во время молитвы. Он изучает. Это не просто вот он балабонит что-то там. Он изучает внутреннюю жизнь. Эта наука, она приводит постепенно к победе. Победа наступает в сердце человека. Это неизбежный факт. То есть никогда не будет по-другому. И последняя секунда жизни — это самая главная победа. Потому что когда человек уже на стадии освобождения от этих страданий, проблем, которые всех волнуют, находится, он знает, когда он будет оставлять тело. Он чувствует. Потому что ему открывается будущее в этот момент. Некоторые говорят, Олег Геннадьевича, вещи, сны. Вот я чувствую будущее. А глаза квадратные самой. Понимаете, когда человек, чтобы чувствовать будущее, для этого надо испытывать глубокачайшую победу над собой, глубокачайшее счастье. Потому что настоящее ощущение будущего, настоящее будущее имеет светлую природу. Будущее — это не страдания. Вот смотрите, все предсказатели, которые предсказывают будущее, постоянно говорят о проблемах. Проблемы — это не наше будущее. Мы не рождены для этой планеты. Проблемы — это не наше будущее. Так меня попросили в 2010 году предсказание сделать на 2012 год. Я говорю, будут какие-то финансовые, говорю, будут какие-то финансовые проблемы, я чувствую. Но в целом люди в основном будут страдать от страха перед самим 2012 годом. Особенно те, кто в это поверит. Я так рассказывал, потому что я так чувствовал. Меня спросили, ну что с нами будет, Олег Геннадьевич? И там, это было в Москве, там сидело тысяча человек. Я говорю, кто-то из вас обязательно помрет из нас. Потому что смертность по статистике — 0,003% в год. То есть, по-моему, так, да? То есть из тысячи человек, три человека должны оставить тело по статистике. А? Больше? У вас более оптимистичный вопрос. Поднимите руку, кто в этом году планирует оставить тело? Видите, никто не планирует оставить тело. Но кто-то оставит. Понимаете, о чём я говорю? Что мы, вот в этом заключается чудо. Что мы думаем, что мы вечно здесь будем жить. Мы планируем как минимум на 10, 20, 30, 40 лет вперёд. Понимаете? Но на самом деле так не бывает. Мы очень временно в этом теле находимся. И люди этого не хотят, вот поры не хотят понимать. Даже в последнюю минуту жизни. И даже я, наверное, не буду понимать этого. В последнюю минуту жизни. Так устроена наша психика. Мы верим только в самое лучшее. Но самое лучшее заключается в том, чтобы научиться жить внутренней жизнью. Потому что эта жизнь, она... Вот смотрите, как это в ведах описано. Как мёд тянется. Мёд тянется, да? Тонкой струйкой. И копится снизу. Так, кучкой такой. Копится, копится, копится. Так и жизнь человека. Когда она внутренняя жизнь течёт, то вот эта кучка — это уже следующая жизнь. Мы, когда думаем о Боге, то мы вот эти мысли переносим на следующее тело. Мысли о Боге не стареют, не умирают, не разрушаются. Мысли о чистоте, о святости копятся в человеке. Как мёд, который копится внизу. Неразрывная струйка, понимаете? Через всю жизнь эти мысли пройдут. Нас будут защищать эти мысли о возвышенных вещах всю жизнь. И они же придут с нами в следующую жизнь. Дом не придёт в следующую жизнь. Стиральная машина не придёт в следующую жизнь. Дети не придут. Муж не придёт. Тело наше, нам придётся его покинуть. Тело придётся покинуть. Будет другое тело. Лучше всего, если будет духовное. Есть, по крайней мере, раз, два, три, четыре. По крайней мере, пять принципиально разных типов тел можно получить в этой Вселенной. Чаще всего люди в 80% получают тело страданий. Тело страданий человек получает для того, чтобы идти на низшие миры. В нашей Вселенной есть разные слои. То есть Вселенная имеет форму шара. Внизу много очень греховной энергии скапливается во Вселенной, а вверху благочестивый. Благочестивая энергия означает позитивное сознание пчелы, греховное сознание мухи. Когда человек живёт мыслями только о своих заботах, он постоянно борется за существование. Он постоянно мучает себя и мучает других. Постоянно беспокоится обо всём. Он копит энергию в теле страданий. В результате, когда он выходит из грубого тела, он попадает в тонкое тело, только в тонком теле. И тонкое тело перестраивается на 10 дней. Оно перестраивается в тело страданий и идёт вниз потом. И там испытывает жуткие страдания. Страдания предназначены для того, чтобы отвязаться, как можно больше отвязать живое существо от грубого тела. Но живое существо не отвязывается, и оно тупеет от этих страданий. Если оно не отвязывается и тупеет от страданий, то оно попадает в животное тело. Потому что в животном теле предназначено для тех, кто упорно хочет наслаждаться этим миром. И животные, так как очень трудно наслаждаться этим миром на полную катушку, животным даётся только один или два вида максимальных наслаждений для того, чтобы они максимально его использовали. Все остальные виды наслаждения атрофируются, чтобы не мешать им жить. Кому-то даётся возможность летать. Кто-то спит. Медведь спит полгода. Попробуйте поспать полгода и с ума сойдёте. Кто-то должен поплавать. Ну, не наплавался. Поплавать надо. То есть тело такое, что ничего не сделаешь в нём. Только плавать можно. Не ходить, не летать, ничего. Только плавать. И как бы все чувства атрофируются, кроме, допустим, у рыбы, кроме одного чувства вкуса. Рыба только вкус чувствует. Больше ничего. Она взгляд мутный. Слышит так еле-еле. Но вкус очень сильный. Чувство вкуса очень сильно развито. У собаки, видите, ничего нет, кроме лап и рта, морды. И она этой мордой гавкает и кусается. Ну, потому что она всю жизнь не хотела гавкать на всех. Ругаться, пожалуйста, выругайся. Тело собаки, морда большая, кусаться можно, ругаться можно. Больше ничего не сделаешь. Нюхать ещё, да. Ну, кто меня апеллирует? Собачье тело, значит, хорошее. Вам нравится и такое. Надо готовиться, значит, какое тело нравится, такое получим. Понимаете, то есть, ну, животные тела предназначены для наслаждения этим миром. Мы не можем наслаждаться так, как наслаждаются животные. Невозможно. Как корова кушает, сколько она, она днём кушает, ночью пережёвывает. Постоянно кушает и постоянно аппетит хороший. Попробуйте только покушать. День и ночь. С ума сойдёте, помрёте сразу. Свинья так ест, чавкает, так уж у неё глаза закатываются просто. Видели, как глаза закатываются? Какие-то испражнения ест, ты такой вкус, вкус она испытывает, что глаза закатываются. От счастья. Человек так не может кушать. Нас вкусно кормит, но глаза всё равно не закатываются. Даже вот так. Так же ничего. Сексом тоже обезьяны так занимаются, что там вообще бразильский телесериал настоящий. Мы не можем так жить, как животные. Поэтому те, кто хочет животного счастья, кто там сексом не назанимался, не выспался, не наелся, все получат животные тела. Человеческое тело предназначено для повозвышения. Следующий тип тела, который мы можем получить, это вот наше человеческое тело. Средние планеты уже. Не буду рассказывать, знаете, как оно работает. Дальше есть огненные тела. Огненное тело — это тонкое тело уже. Из энергии огня соткано, предназначено для аскеза. Для того, чтобы развиваться. Значит, человек постоянно помогает другим, у него очень энергия тепла. Энергия огня означает энергия радости. Он настолько радостным становится, что он получает вот это огненное тело. И оно предназначено для того, чтобы развиваться дальше, сжигать грехи. Грехи сгорают, его желание наслаждаться миром сгорает. Духовное осознание приближается. Есть один вид тела, о котором в основном все мечтают, о котором так сильно мечтали большевики. Этот тип тела дается человеку, если он очень благочестиво жил, но всегда мечтал о счастье. Он мечтал не о служении Богу, не о том, чтобы себя пожертвовать, а мечтал о счастливой жизни и жил правильно. Мясо не ел, вино не пил, с чужими тетками сексом не занимался. Вел себя хорошо, правильно. Постоянно молился Богу, но всегда мечтал о счастье, о личном. Такой человек попадает на райские планеты, где он испытывает жуткие просто наслаждения. 12 тысяч лет, по-моему, до 100 тысяч лет живет, жизнь продолжается. Очень долгая жизнь, постоянный секс, постоянные русалки всякие летают, там это все описано. Там ничего не портится, огромные плоды, маленькие люди, меньше чем плоды, деревья огромнейшие просто. Это все описано. Там тонкие тела, все летают, как бабочки порхают, могут летать, друг за другом летают. От женщин исходит такое броженство, что за 2 километра все без сознания падают, когда встречают женщину. От счастья падают без сознания. Райские планеты. Все, кто попал на райские планеты, вот эти, вот это проклятые люди. Почему? Потому что они настолько привыкают наслаждаться, балдеть там. Но так как они там ничего не делают, а просто расходуют свое благочестие. Когда они истратили свое благочестие там на райских планетах, они попадают опять на средние планеты, как у нас. И попадают куда? Они попадают в такие страны, где рождаются люди очень красивыми, ленивыми, делать ничего не хотят, работать не хотят. Это, похоже, Европа. Там вот рождаются такие люди такие с ангельскими лицами. Делать ничего не хотят, работать не хотят. Вот. Наркотики начинают употреблять, потому что не хочется работать, хочется испытывать вот это счастье неземное. А его здесь просто так не испытаешь. Для этого надо трудиться. И они начинают наркотики употреблять. Видите, в России люди с ангельскими лицами не рождаются. Мы, похоже, все с низшей планеты сюда попадаем. Там живут несчастные люди, дикари, лица ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокосом. Вот. То есть идея в чем? Есть еще разные другие тела. Например, есть такой тип тела в материальном мире, когда человек получает тело, предназначенное для управления этим миром. Это очень высокий уровень жизни. Это святые люди и рождаются в таком форме жизни, в форме менеджеров Вселенной, полубогов, которые обладают огромным могуществом. Они влияют на наши мысли. Они влияют на наши поступки. То есть они, события все зависят от их влияния. Этот мир очень сильно управляется. Здесь нет никакого хаоса, как говорят. Нет хаоса. Вот представьте себе, что на Земле поддерживается определенное количество кислорода, всех газов остальных. Никаких нет таких катаклизмов, которые бы разрушили жизнь. В нашем теле поддерживается миллиарды клеток, постоянно синхронно действуют. Это же нужно какой интеллект иметь, чтобы это все поддерживать постоянно, чтобы это все работало как надо? Допустим, просто я подумал о том, что у меня запор. Надо срочно какать. И уже вся сила мобилизовалась туда, понимаете, чтобы покакать. Хотя я кишечником не управляю же, правильно? То есть я не знаю, как там, в чем движется, но каким-то образом что-то происходит, и я такой... Пошло-пошло, все клетки мобилизуются, вся вода в организме там, чтобы как-то все прошло хорошо. Видите, это означает, что какие-то силы управляют, помогают нам жить. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что мы много чего не знаем здесь. Мы вот живем, думаю, о, я сам создаю свою судьбу. Мы не можем ни без воздуха, ни без пищи, ни без всего жить. То есть все организуется для нас. По всей Вселенной идет вот эта деятельность, которая помогает. Представьте, миллиарды клеток, каждая клетка настолько сложная, что никакие современные заводы, компьютерные микросхемы не сравнятся с ее работой, даже близко не стоят. Там просто неизмеримая глубина сложности, в каждой клетке маленькой. А эти клетки все взаимодействуют телегранно, очень синхронно и быстро все взаимодействует, все хорошо в организме. Представляете, какая сложная система — это Вселенная. Она дышит, как один организм, вся Вселенная. Не бывает так, чтобы что-то происходило на высших планетах и не отражалось на Земле. Как один организм, все, как одно живое существо. Но высшие живые существа, они обладают огромным тактом. Они никогда не вмешиваются в нашу жизнь, в отличие от нас. Мы везде влезем, свой нос суем. Не дай Бог нам на кухне тараканчика какого-нибудь увидеть. Тараканчику конец за нас. Мы везде лезем, все разрушаем. И при этом себя считаем очень возвышенными существами. Мы даже не понимаем, что на сердце у близкого человека. Мы не можем даже близкому человеку просто сердцем помочь. Мы чувствуем больше всего только самого себя. И то не до конца. Потому что мы не знаем, что у нас есть другие цели в жизни, что нам надо духовным заниматься. Мы занимаемся только материальным. Постоянно. Видите, как у нас все сложно с пониманием, что здесь происходит? Очень сложно. Следующий тип тела дается тем, кто обладает очень сильной желанием, способностью развиваться. Человек получает такой тип тела, в котором он обладает огромными способностями. Он может перемещаться с планеты на планету. То есть изучать всю эту Вселенную. Он может мыслью смотреть, куда... Ну, то есть не надо мобильный телефон, можно сказать, как голос неба звучит. То есть такие существа могут сказать голосом с неба мысли. Просто подумал и увидел то, что происходит. Понимаете? То есть не нужно никаких специальных средств для того, чтобы что-то увидеть. Эти типы тел называются... Такие живые существа называются ситхи. То есть они живут на высших планетах тоже. И их жизнь предназначена для совершенствования. Но есть еще высшие живые существа, которые живут на самых высших планетах. Их тело соткано только из одного лишь разума. Вот тело из только разума, энергии разума, все тело соткано из одного лишь разума. И это мудрецы Вселенной, которые поддерживают честность, справедливость, законы этой Вселенной. Когда человек живет чистой, святой жизнью, мудрецы Вселенной начинают очень сильно входить в его сознание и помогать ему развиваться. Удача стоит тогда рядом с этим человеком. Такого человека очень трудно разрушить жизнь, потому что защита очень сильно идет его судьбы. Итак, видите, разные типы тел есть в этой Вселенной. Но есть духовный мир, помимо, есть миллионы Вселенных, миллиарды Вселенных, такие как наши, есть духовный мир. А в духовном мире живет в миллиарды раз больше живых существ, чем в материальных мирах. И там жизнь имеет вечную природу и все возрастающее счастье. Там постоянно все увеличивается в счастье, потому что они постоянно служат там и осознают себя. Служат и осознают себя. Осознание дает и возможность больше служить, больше испытывать счастье. Видите, когда живые существа думают не о себе, они начинают обмениваться счастьем. Поэтому в духовном мире все сияет. Там настолько много обмена счастьем, там энергия счастья настолько сильно увеличивается, что там лампочки не нужны. Там все изнутри освещено счастьем. Сияние, которое там исходит, это энергия счастья. Энергия счастья, энергия знания. Все пронизано вечностью. Понимаете, у нас здесь все пронизано чем? Все стареет. Тапочки положить на 10 лет, они развалятся. Все стареет само по себе, не надо даже делать ничего. Энергия пронизана вся в старении. Начали засыпать, потому что музыка, да? Музыка куда-то делает. Надо форочки открыть, душно становится. Все уже сжарились. Давайте форочки идти быстренько, давайте, как там нам надо. Не хватает воздуха. Вон там сзади форточка, по-моему, закрыта. Надо открыть. Все форточки надо открыть, да, все. Дверь там надо открыть вот туда. Открыть ту дверь, да, входную. Видите, материальный мир так устроен, что постоянно что-то не хватает. То воздухом, то холодно, а теперь душно. А можно полностью открыть, полностью. Как райские планеты. На райских планетах или где? На райских планетах? Ну, тело блаженства. Тело страданий, тело блаженства. Полутело полубогов. Есть духовное тело. Все это материальные тела. Только в грубом теле живут, только на средних планетах. Только у нас грубые тела. Но на нижних планетах в тонком теле уже живые существа живут. Но это тело страданий. На высших планетах тоже в тонком теле живут живые существа. Грубое тело самое неуклюжее. В этой Вселенной существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Вот человеческая форма жизни — это одна форма жизни. Деревья — это вторая форма жизни. Ну, растения, то есть и так далее. 400 тысяч, 8 миллионов 400 тысяч. 400 тысяч форм жизни разумных. Человеческая форма жизни — самая начинающая, самая неразумная. Мы много ничего не знаем, потому что люди спрашивают, почему я не помню свою прошлую жизнь, если они есть. Потому что грехи мешают помнить. Мы настолько забиты грехами, желанием наслаждаться этим миром, это означает грехи, что мы ничего не понимаем вообще, что здесь происходит. Мы не помним ни прошлое, не чувствуем ни будущее. Вот это желание использовать, эксплуатировать этот мир, наслаждаться им, оно затмевает все возможности понимать себя. Потому что мы же духовную природу имеем, не материальную. А этот мир, он нас привязывает к материи, к материальному счастью. Материальное счастье отшибает полностью у человека всякие духовные способности. Вот, допустим, представьте себе хотя бы на секунду, если бы вы получили все, что хотели в этой жизни. Вот денег сколько хотели, жену какую хотели, мужа какого хотели, детей каких хотели, квартиру какую хотели. Представляете, если бы все это получили. Неужели вы приехали на фестиваль благости? Никаких шансов, никаких шансов. Поверьте мне, это и есть проклятие. Некоторые думают, что проклятие без ног остаться в этой жизни. Или остаться, допустим, еще нищим стать, безработным стать. Это не проклятие, это благословение. Потому что когда человек в страданиях находится, он трезвеет. Он начинает понимать, чувствовать, что что-то не то происходит в жизни. Он начинает работать над собой, изучать лекции какие-то, слушать. Мой гнусавый голос, ну ни за что бы вы не стали слушать, если бы у вас все было хорошо. Я его почувствую. Некоторые говорят, я не могу слушать этот голос. Я сам не могу, я когда меня выключаю. Ну надо вот такой вот голос. Такой голос. Соткан из блаженства голос. Смотрите, какой голос. Теперь опять гнусавый. Соткан из блаженства голос. Соткан из блаженства голос. Мы получаем возможность говорить о возвышенных вещах, общаться с людьми, которые стремятся к чистой, возвышенной жизни. Вот это очень уникальное время. У вас у каждого сейчас грехи постепенно начинают таять в сердце. Вам становится легче жить с каждой секундой. Вот два дня прошло, чувствуете уже легче. Проблемы, какие были, они уже меньше чувствуются, потому что среда хорошая. Создается очень хорошая среда, возвышенная, чистая. Мы с вами говорим о возвышенных вещах. Поскольку вы можете находить существа выше вас, на которые вы взираетесь чувством благоголовения или глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливее. Если бы мы могли жить среди архангелов, мы были в тысячу раз счастливее, чем в обществе людей. И наоборот, если бы нас осудили жить в толпе идиотов, существ безобразных, злых, мы бы не были счастливы. Таким образом, вся действительная радость, вся сила человеческого прогресса зависит от того, что люди находят достойный предмет для своего поклонения, а вся низость и все злополучие человечества начинается с привычки неправильно общаться. Смотрите, из чего соткана наша жизнь. Мы включаем телевизор. От кого мы сознание перенимаем? От человека, который зарабатывает деньги на наше внимание. Ученые доказали, что самый лучший способ привлекать внимание, самый быстрый, работающий — это пугать. Вот когда человек пугает, он сразу рос и смотрит на это. И поэтому все телевидение сейчас человека только пугает. Мы включаем телевизор, там в Мозамбике изнасиловали, Никарагуа там пропали, утонули, США там цунами, в Краснодарском крае потоп. И постоянно нас глушат, глушат, глушат этими новостями, чтобы мы только смотрели. Они на этом, что мы смотрим, зарабатывают деньги, потому что там идет реклама, там нам что-то втулят в этот момент, пока мы смотрим, там 13-й кадр произойдет какой-нибудь еще что-нибудь. И на этом все построено сейчас, понимаете? Это безумие. Человек соткан из общения. Общение, оно или приводит его к божественной жизни, или деградации. И по факту человеческая жизнь предназначена для того, чтобы постоянно думать о возвышенном, постоянно думать о святости. Поэтому люди объединяются в сообщества, где они вместе думают о чем-то возвышенном, создают специальную такую атмосферу. Вот у нас, допустим, сейчас 50-60 человек, мы вот создали этот фестиваль вам. Понимаете? И мы так же вместе живем, вместе работаем. На работе постоянно звучит духовная музыка. Мы постоянно встречаемся по выходным, думаем о Боге, постоянно воспевание имен Бога, молитвы, лекции образовывающие, как жить правильно. Вот у вас фестиваль две недели, у нас фестиваль всю жизнь. Постоянно едим пищу, которая с молитвы приготовлена. Так человек должен жить. Он не должен жить в этих условиях мегаполисов, в которых люди постоянно думают о работе. Посмотрите, в Москву приезжаешь. Я вот, допустим, из Краснодара прилетаю, из деревни своей приезжаю в Краснодар. Быстрее стало как-то. Из Краснодара приезжаю в Москву, только в метро зашел, все. Глаза квадратные. Понеслась. Это страсть называется, гуна страсти. Сила страсти все крупные города пронизывает, потому что люди там хотят зарабатывать деньги. Это желание увеличивает конкуренцию, очень трудно найти работу близко к домам, очень трудно устроиться в нормальную работу, постоянное напряжение. Люди работают очень много, эксплуатация человеческого труда. Все пашут, пашут, пашут. И как интересно эти мегаполисы устроены. Зарплаты большие, цены большие. И в результате денег нет все равно. Хоть так, хоть так. Человек должен жить на природе. Он должен жить в окружении людей, которые хотят молиться. Для этого надо чем-то жертвовать, мои хорошие. Человек, если два пути, или он развивается материально, или развивается духовно. Но когда человек развивается духовно, он при этом не теряет ничего материального. Потому что сейчас объясню, как работает система. Когда человек развивается материально, он куда попадает? Он попадает под влиянием силы страсти. Там закон конкуренции. Ты приезжаешь в фирму, где очень большие зарплаты. Там тебя прессуют. Ты много работаешь. Там из тебя выжимают все соки, у тебя нет силы на духовной. В результате ты постепенно деградируешь там. Теряешь себя. Женщины чаще всего, работая на таких работ, не могут выйти, да, замуж у них нет энергии, красоты кончается. Мужчины не могут выделять время семье, потому что у них теряются силы. Когда человек живет в атмосфере духовной, чистой, у него может быть работа, небольшая зарплата, но он находится в среде людей, которые также думают о Боге, о духовном. Потому что когда люди начинают думать о Боге, они начинают объединяться, они становятся ближе друг к другу. Вот посмотрите, вы здесь познакомитесь с большим количеством хороших людей, чем вы познакомились когда-либо в своей жизни. Вот вы много, если вы будете открыты, то вы очень много людей узнаете здесь, хороших. Понимаете? А на работе кого узнаешь? Там постоянно люди даже живут в городах больших, они даже соседи не знают. Эта страсть, она людей разрывает. Чем меньше отношений, тем меньше возможностей в жизни. Я помню, в Вильнюсе у нас была лекция, и я говорю, вот эти отношения духовные, они так сильно дают такие возможности. Это неоценимые отношения, они облегчают сильно жизнь. Когда люди духовной практикой занимаются, они так сильно объединяются, что у них нет вообще никаких проблем, ни безработицы, ничего нет. Я пример привел, говорю, кто вот сейчас не работает, поднимите руку. И подняли какие-то руки люди. Я говорю, ну какая у вас работа, что вы хотите делать? А? Ну не хотите, хотите работать? Нет, а кто хочет работать, не может. Чего, какая специальность? Ну, вырабатывайте квалификацию. У кого хватает квалификации, не может найти работу. Какая работа? Как? Так. Минске, да? Ну вот все, видите, у нас просто так получается, что мы не из одного города. Кто кому художник, орнаменталист нужен? Есть такие? Ну, скорее всего, да, тут не получится. А там, в Вильнюсе, все из одного города были. И женщина сказала, что она вот имеет такую специальность, а рядом с ней мужчина сидел, который нуждался в этой специальности. Они сели рядом прямо. И они сразу договорились. Ну, то есть идея в чем заключается? Что люди, когда занимаются духовным, они очень близки друг к другу. И эта близость дает возможность решать все вопросы, понимаете? Все решается быстро. Но люди в страсти, они разорваны друг от друга, и поэтому они в жутком напряжении находятся. Они постоянно упахиваются. И система, в которой они находятся, высасывает все деньги. И даже не потому, что зарплаты и цены высокие, а потому, что вся система направлена на привлечение внимания к каким-то вещам. Люди постоянно смотрят на вещи, и вещи вызывают у них, вытягивают деньги. Человеку ведь много в жизни, не надо вещей. Ему нужна только любовь. Любовь нужна, понимаете? Вот любой. Кто сказал? Я не знаю. Так и в жизни другая форма. Видите, сознание мухи работает даже на лекции. Итак, цель человеческой жизни. Поскольку вы можете находить существа выше вас, которые вы восхищаетесь, чувствуете радость от них. Поскольку вы и будете благороднее и счастливее. Я вчера сидел и просто смотрел на Ярослава Климанова. И восхищался его чистотой. Сидел и восхищался. Я чувствовал все больше счастья. В своем сердце пребывало счастье. Рядом со мной сидел вообще уникальный человек, с которым даже посидеть, и то очищаешься от всех страданий. Александр Хакимов. Просто сияющая личность, святой человек. Многие просто мечтают даже посмотреть на него, чтобы сидеть рядом. Я чувствовал необыкновенное счастье. Мне не надо было больше ничего в жизни моей. А кто-то сидел на концерте и думал, так, это не очень квалифицированно спето. Знаете, мы по-разному мир воспринимаем. То есть надо учиться видеть чистоту. Это же уникальный дар быть чистым. Это уникальный дар. Надо испытывать это чувство, чистоту. Испытывать ее все больше и больше, привлекаться ей. И это дает огромные силы в жизни. В этом смысл, как мы возвышаемся. Но вся культура, в которой мы живем сейчас, вся цивилизация, дает нам совсем другое общение. Телевизор, радио, интернет нам не дает чистоты. Редкий фильм, который может реально дать нам чистоту. Там остров, допустим. Как это? Редкая птица долетит до середины Днепра. Все птицы уже полудохлыми стали. Поэзия. Славнее господство над землей, прекраснее восхождение до небес, славнее владычество над мирами, святая радость первых ступеней самоосознания. Святая радость первых ступеней самоосознания. Все остальное просто меркнет. Когда человек начинает приближаться к душе, столько счастья, столько радости, столько глубины, столько чистоты он в своей жизни испытывает, сколько никогда и нигде он не испытает. Никакие Майами, никакие отдыхи, наслаждения не сравнятся с этой чистотой и радостью. Вы попали в уникальное место. Может быть еще парочка фестивалей на земле такого содержания. Остальные все места отдыха предназначены просто для того, чтобы тупо смотреть одним местом на солнце. и заниматься всякой глупостью. А здесь солнца нет. Приехали, представляете, солнце нет. Обещали. Буддийская мудрость. Когда ты видишь, теперь мы про совесть будем говорить, когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся на него, если сможешь. Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. То есть, это отгадка. Понимаете, все люди живут, как во сне. Вот если смотреть на человека, как на душу, то она спит своей мечтой. Она спит где? В своей мечте. В мечте, а счастье в этом мире. Душа спит. Вот мы все души с вами, и мы все спим. Вы думаете, вы бодрствуете? Кто бодрствует? Поднимите руку. Бодрое сознание. Сейчас вам расскажу, что такое бодрое сознание. Ощущение победы над своей судьбой. Ощущение вечности. Ощущение чистоты. Ощущение связи со святостью. Постоянные мысли о возвышенной личности. Которые вызывают просто глубокое-глубокое ощущение счастья и восторга. Человек, который бодрствует, он чувствует свое будущее, что будущее его приводит в духовную жизнь, в духовную реальность. Он уже чувствует эту духовную реальность. Она приближается к нему. Это бодрое сознание. В одном смятом месте от рака оставлял тело возвышенный очень человек. И перед самым уходом он постоянно думал о своем наставнике. И супруга смотрит, и он такой, телефон звенит, дай мне трубку. Она говорит, да не звенит телефон. Она говорит, дай мне трубку, пожалуйста. Она ему дает трубку, он говорит, да, я слушаю, спасибо, все понял. Кто звонил? Да. Учитель звонил, сказал, готовься, очень скоро ты придешь ко мне. На следующий день он смотрит вот такими глазами. Радость необыкновенная на лице. И жена говорит, что с тобой происходит? Он говорит, посмотри в окно, благодать какая. Посмотри. Она удивилась, в окно смотрит. Она почувствовала его вот это вот, почувствовала вот эту вот силу, которая из него исходит. Удивилась этой благодать, побежала в окно, открывает, нет никакой благодати. Подходит, а он уже вот так тело оставил, вот с такими открытыми глазами. Как прожили жизнь, так уйдем из нее. К чему стремились, туда и попадем. не гневайся. Пойми, что нарочно не заблуждаются. Никто не хочет, не может хотеть, чтобы рассудок его затмился. Рассудок затмевается только по одной причине, что наваливается судьба. Понимаете, судьба идет волнами, так как мы живем под влиянием материальной энергии, поэтому судьба то нас приводит в беспокойство, то она нас немножко просветляет. И это постоянно меняется у человека. Кроме того, следует знать, что у каждого человека, как каждый живет в серии своих заблуждений. Юноша, допустим, он склонен гордиться собой, юный, молодой человек. У него ощущение очень больших возможностей своих внутренних. Человек постарше, он постоянно в страхе живет перед болезнями. Женщина постоянно думает о том, что она симпатичная. Понимаете, девушка, женщина постарше постоянно думает о своих детях. И эта сфера, она сужает разум. У каждого человека разум сужен в сфере своих заблуждений. И когда что-то выходит за рамки этой сферы, какая-то информация приходит за рамки сферы заблуждений, человек начинает гневаться. Нельзя нарочно гневаться, если когда мы вот в эту точку фокусируемся, что все люди спят вокруг нас, они находятся в состоянии своего заблуждения, своей иллюзии, то не надо удивляться, что человек делает глупости. Мы видим, многие люди вокруг нас постоянно делают какие-то глупости. Это нормально. Это означает просто одну вещь, что мы все находимся в таком состоянии. Мы склонны заблуждаться и мучиться здесь в этом мире. Мы друг друга не понимаем, постоянно скандалим друг с другом, ругаемся. Если человек осознал этот момент, он не будет страдать от того, что кто-то что-то делает не так, потому что он понял природу жизни на этой земле. Природа жизни такова, что люди здесь не до конца осознают, что происходит. И такой человек спокойно относится к тому, что кто-то делает глупости. Спокойно, потому что так всегда здесь происходит. Мы все всегда делаем глупости. Но чаще всего не осознаем то, что мы сами делаем глупости, но хорошо видим глупости других. Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся на него, пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затмился. Заблуждается тот, кто искренне принимает ложь за истину. Поэтому нет смысла человека обижаться в этом случае. Но бывает и так, что люди не заблуждаются, а нарочно не принимают истины, даже тогда, когда она раскрыта перед ними в полной очевидности. Это означает, что они не принимают ее по какой-то серьезной причине. А причина заключается в том, что эта истина обличает их злые дела. Вот допустим, человеку в лицо сказать, ты зачем бросила мужа? Она скажет, я не бросила. А что произошло? Ну, мы как-то так расстались. Но кто от кого ушел? Трудно сказать. Ну, никак, понимаете, и так, и так. Ну, он не может признаться себе, что она бросила. Потому что, чем более злое дело, чем больше страдания оно вызывает у других, тем больше человек боится об этом даже подумать. Он забывает об этом злом деле просто, и все. Не может помнить об этом даже. Эти люди тем более гнева не заслуживают, а страдания, потому что они больны совестью. Понимаете, вот обычные люди, они как-то им сказать, вот ты что-то, ну, не так немножко живешь. Раз, откликнулась внутри, совесть работает. Но когда человек совершает очень злое дело, то совесть вызывает такую боль, что человек не может на нее отвлекаться, боится. Это означает, что он на совесть уже стал больным. Это страшная ситуация в жизни. Это означает, что человек обречен на погружение в невежество. И смотрите, интересная вещь. Я вам сейчас одну важную вещь скажу. Самую важную вещь в нашей жизни. Самое важное заключается в том, чтобы понять, в чем самое большое зло для моей судьбы. Самое большое зло для моей судьбы, это плохо подумать на святого человека. Плохо подумать, плохо думать, плохо понимать, плохо анализировать. Потому что святость является выходом для нашей судьбы. Именно святость дает нам чувство, что я душа. Она дает нам вечность, дает нам освобождение из этих страданий. Но если мы начинаем плохо думать о святом человеке, настолько сильно мы в конфликт с совестью входим, что деградация неизбежна. Человек начинает неизбежно деградировать от этих мыслей, о святом человеке плохих. И он сам не замечает, как его жизнь меняется в худшую сторону. У него появляется не то общение, у него появляются не те отношения, не та философия. Все меняется очень быстро в сознании. Самое страшное, что есть в нашей жизни, это совершить оскорбление на святого человека. Самое страшное, что может быть в жизни человека. Поэтому чем я занимаюсь во время молитвы? Я постоянно очищаю свое восприятие старших. Каждый день я неосознанно как-то своим поведением, не выполняя наставления в какой-то степени, а оскорбляю старших своих. Своё восприятие их загрязняется. В результате я, начиная молитву, с каждый новый день я пытаюсь очистить это восприятие, раскаиваюсь в том, что я жил неправильно. И постепенно моё восприятие очищается, и опять испытываю радость отношений и утверждаю всё больше с каждым днём в чистой возвышенной жизни. Надо держаться за эту чистую возвышенную жизнь всеми своими силами, какие только у нас есть. Но для этого надо сначала очистить восприятие, старших. Сначала Бог даёт аванс. Вот, допустим, первое, когда мы смотрим на старшего, Он даёт нам столько радости в этом восприятии, столько чистоты. Мы можем лекции слушать днями и ночами. Просто нектары льются в уши сам. Мы испытываем огромное счастье. Потом краник закрывается. Почему? Потому что всё в этом мире так устроено. Попробовал, теперь делай сам. И человек думает, о, а теперь он не такой уже возвышенный. В интернет посмотрели, столько всяких сплетен. О каждом человеке духовном можно найти сплетни в интернет. Что люди завидуют возвышенным людям. И поэтому из мухи раздувают слона. Пытаются в самых мелочах найти что-то большое и значимое. Почему так происходит? Потому что зависть неизбежна. Когда человек духовным путём идёт, всем остальным, кто не идёт духовным путём, это видеть очень больно. Очень больно. И они поэтому начинают, раздражают возвышенные люди. Вот, допустим, смотрите, пьяница будет лежать в луже. Вы будете об этом писать в интернет везде. Пьяница лежит в луже. Пьяница лежит. Никому не нужен. Лежит себе и лежит. Если человек идёт духовным путём возвышенным, сразу становится всем нужным, и сразу тот начинает завидовать, сразу все начинают писать активно. Это нормально. Это означает нормально, но надо очищать восприятие. Надо очищать восприятие тех людей, которые идут духовным путём. В этом труд. В этом труд заключается. Я был в святом месте в одном, лечил людей, и одна женщина, которая, ну, она старшая для меня духовно, она мне сказала, я хочу кое-что сказать тебе про твоего духовного учителя. Я увидел в глазах вот это самое оскорбление, оскорбительное настроение. Я ей сказал, вы знаете, я совсем начинающий человек в духовной жизни. Вы сейчас хотите угробить мою духовную жизнь. Пожалуйста, давайте я вас буду лечить или уходить. Мне не надо ничего сейчас говорить на эти темы. Она говорит, нет, для твоего же блага я хочу тебе кое-что сказать. Я тогда сказал, немедленно уходите отсюда и побежал под душ, потому что само настроение уже передалось, я начал сомневаться в том, что происходит. Может, это всё плохо, неправда и так далее. Я под душем постоял, помолился, и у меня всё равно осадок в сердце остался. И потом потребовалось какое-то время, чтобы его убрать. Представляете, как действует сильно вот эта сила, зараза, желание совершать оскорбление на старших, страшная зараза, проклинающая судьбу человека. И даже на младших нельзя совершать оскорбления, не то, что на старших. Человек, который пошёл духовным путём, надо ему поклоняться. У меня есть ребята, которые пришли мне помогать, младшие. Они живут, учатся, они живут, как святые, у них нет личных интересов, постоянно заботятся обо всем. Я в своём сердце поклоняюсь этим людям. Хотя они только встали на духовный путь. Может быть, год, два, три там они слушают лекции, начали молиться. Но они уже живут, как святые. Мой наставник говорил, что если человек встал на путь манго, путь манго – это путь чистоты, сладости. То есть он ещё зелёный манго. Зелёный манго – кислый, горький, и вонючий. Зелёный манго, но уже он манго. К нему надо относиться как манго, потому что очень скоро он станет сладким. Так и человек, который встал на возвышенный путь. А это вы все, вы все, каждый из вас. Потому что если бы вы не встали на возвышенный путь, вы бы меня не прослушали даже полчаса. Убежали бы отсюда. Вы должны друг к другу даже относиться очень возвышенно. Люди, которые идут возвышенным путём, должны учиться этим возвышенным отношениям. Сомневаться означает проигрывать, означает терять, означает разрушать свою жизнь. Учиться очищать сознание и сердце того человека, который идёт духовным путём, это и есть видеть правду настоящую. А видеть недостатки в том, кто идёт возвышенным путём, это проклясть свою судьбу. Бог этого не любит, не любит. Понятно, да, о чём речь? Это Эпиктит сказал. Дети мои, если кто-то нанесёт вам обиду словом, не придавайте этому слишком большого значения. Смотрите на это как на мелочь. Не можете так, помолитесь, попытайтесь так сделать. Если уже у вас вырвалось оскорбительное слово о другом, то не вступайте в сделку со совестью, думая, что я такого сказал? Мелочь какая-то. Если у тебя вырвалось оскорбительное слово, смотрите это как на дело очень большой важности. Нужно молиться самому, нужно просить друзей, чтобы человек, который обиделся, успокоился в сердце. Понимаете, как надо воспринимать мир? Потому что когда мы кого-то обижаем, мы не обращаем даже на это внимание. Мы не считаем, что-то плохое произошло. Когда нас кто-то обидел, мы думаем об этом постоянно. Вот чуть-чуть обидели, либо знали, знали. Один человек ко мне подошел и говорит, я хочу научиться видеть симптомы событий, видеть будущее. Как мне настроить свое сознание, чтобы видеть все в истинном свете? Ответьте мне на этот вопрос. Я ему сказал свой опыт. Когда человек всем своим сердцем хочет увидеть хорошее и всем своим сердцем не замечает плохого, тогда он все начинает видеть в истинном свете. Потому что истина заключается в том, что наше сердце всем своим сердцем хочет видеть плохое и всем своим сердцем не замечает хорошего. Особенно в людях близких для нас. Истина означает всем своим сердцем стараться видеть хорошее и всем своим сердцем стараться не замечать плохого. И тогда ты увидишь все трезво. Правильно, в правильном свете. В этом истина заключается. В этом понимание правды. А не в чем-то другом. Тогда ты будешь видеть истину. Потому что мелочи, то, что у человека есть какие-то недостатки, это мелочи, это ерунда по сравнению с тем, что у него чистого есть в сердце. Все остальное это мелочи на самом деле. Но мы эти недостатки больше всего видим. Вот допустим, некоторые постоянно сейчас сосредоточены. Блин, холодно в номерах. Холодно в номерах. Куда-то переезжают, бегут из одного номера. Но это же мелочи по сравнению с тем, что здесь происходит. Ну просто сосредоточьтесь на том, что здесь происходит. Здесь происходит то, что вы кушаете чистую возвышенную пищу, общаетесь с чистыми людьми, друг с другом. Вы приехали в уникальное место, в уникальное время, когда ни о чем невозможно думать, кроме духовной жизни. Ни солнца Бог не дал, ни дождь постоянно идет. Вода есть, но не покупаешься. Хотя мечтали целый год. Ничего не дал Бог, кроме духовного общения. Это же просто уникально. Даже греться можно только от возвышенных людей. Что в номерах холодно. Это же супер просто вообще. Уникальное время. Вы будете вспоминать, потом поедете, думаете, господи, как хорошо это было. Но не все. Некоторые не будут так с вами, потому что постоянно думали «Холодно». Все. Все, концерт закончен, понимаете. Весь счастливый отдых закончился одной просто мыслью. В Бхагавадгите говорится, просто одна мысль, прикованная к отрицательному, разрушает всю человеческую судьбу. Как лодка, влекомая ветром, эта мысль завлекает всю судьбу и тянет за собой. И человек забывает про все хорошее, что здесь происходит. Только одна мысль. Белье не сохнет. Белье не сохнет. Белье не сохнет. Человек ест освященную пищу, сидит на лекции на возвышенной. Белье не высохло. Ну вот у меня на мне высохло. Я одел так. Полчаса посидел, сухое. Это Талмуд. Талмуд нам сказал. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-нибудь отвратительным недугом? Чем он виноват тебе, если его болезнь тебе противна? Точно так же относись и к нравственным недугам. Ну вот человек лежит, допустим, больной, всегда воняет. Это признак тяжелой болезни. Как врачи определяют, болезнь тяжелая? От тела начинает плохо пахнуть. Первый признак тяжелой болезни и плохой запах. Вот мне человек не жалуется, близкий человек, запах плохой пошел от него, значит, у него есть тяжелое заболевание. Надо обследовать. Первый признак. Ну чем он виноват? Скажите, вот у него тяжелый недуг, от него воняет. Вот чем он виноват? Ничем не виноват. Точно так же может вонять от разума человек. Потому что есть болезни тела, болезни ума, болезни разума. Но человек, который выпивает, он болен разумом. Человек, который потребляет наркотики, болен разумом. Человек, которого понесло на сторону, это болезнь разума. Смотрите, у него сразу отшибает любовь к детям. Он любил детей. Дети-то тут при чем вообще? Вот представляете? Интересно. Человек жил в семье. Но вот это вот, это называется в ведах привидение. Привидение влюбленности называется. Привидение, понимаете? Оно крадет разум человека. Человек мечтает о влюбленности. Он не знает, что такое любовь вообще. Ему даже никогда не интересовалось, что это такое. Он не понимает, что любовь, это когда ты служишь близкому человеку, и начинается душа его открываться. Он думает, Господи, какой человек рядом со мной живет, возвышенный. В сердце своем начинаешь чувствовать его чистоту, возвышенность. Это называется любовь. А влюбленность, это когда ты балдеешь, наслаждаешься каким-то человеком. Один молодой человек мне сказал, не правда, Олег Геннадьевич, у меня к моей девушке любовь. Я говорю, хорошо, если у тебя любовь, почему тогда это любовь к молодой девушке, а не к бабушке? Почему ты бабушку не полюбил? Не понял такое. Почему ты девушку молодую, красивую полюбил, в которой исходит энергия наслаждения, материального наслаждения? Почему ты бабушку не полюбил, от которой исходит энергия страдания материального? Почему ты девушку молодую полюбил? Никак не смог ответить мне на этот вопрос. И так, видите, это энергия влюбленности, это привидение, которое крадет разум. Человек забывает, что он любил детей. Ладно, там жену забывает, что любил. Он про детей, про своих забивает, которые для него были самым главным в жизни, он все, они ему же не в них самое главное. Представляете, какая сила? Это болезнь разума. Единственный способ вылечить эту болезнь разума, это с помощью духовной силы победить. Вот смотрите, более сладкий вкус побеждает, менее сладкий. Так устроено в этом мире. Если где-то есть мед, сахар уже не чувствуется. Мед обладает большей силой сладости. Так и святость обладает большей силой сладости, чем женская природа. Я когда молюсь своему наставнику, если какая-то девушка, допустим, мимо очень красивая проходит, очень красивая, любая красивая девушка, она вызывает эффект такой присутствия. Сознание перетягивается. Всегда так бывает. Я когда молюсь своему наставнику, я смотрю, проходит красивая девушка мимо. Никакого эффекта присутствия. Там оттуда такая сила идет, красоты, чистоты, что земная красота вот эта женская блекнет по сравнению с этой силой. Блекнет просто, не может даже рядом стоять. И больше того, я начинаю эту девушку воспринимать как просто от человека, который хочет понять, что он душа. Просто по-другому воспринимается со всем человеком. Слетают все телесные обтождествления. Точно так же, если вы реально сможете настроиться на спятость своего наставника, вы сможете победить в его сердце эту иллюзию. Точно так же, как в своем сердце человек иллюзию побеждает, так же он может побеждать иллюзию в сердце родственника, потому что сердца связаны нитями, которые Господь связал. Некоторые люди говорят, он уже со мной не связан, он ушел. Человек не может сам развязаться. Людей связывает Господь вместе. и поэтому связь остается, просто она уже не чувствует человек отшибленный. Он находится под влиянием чар, магии. Женская красота это магия, дана природой, данной природой женщины для того, чтобы она могла создать семью, зачать детей и так далее. Эта природа наградила женщину красотой. В этом возрасте, когда она именно это может сделать. магия такая, чары. И духовная сила сразу нет чар. И он сразу раз ты куда? От десеи, от жены, от детей. И возвращается домой. Тянет его сразу, тянет домой, начинает тянуть. У кого так получилось? Поднимите руку. Кто смог близкого человека молитвой своей вернуть назад? Есть такие люди здесь? Вот несколько человек поднимают руки. Они знают, о чем я говорю. Но скажешь ты, он же, у него же есть разум, с помощью которого он может сознавать свои пороки. Это верно. Следовательно, и ты обладаешь разумом и можешь разумным обхождением привести близкого человека к осознанию своих недостатков. Так прояви же свой разум, сумей пробудить в человеке совесть и исцели его слепоту без гнева, нетерпения и надменности. Это и есть путь, которым человек побеждает свою судьбу. Только любовь. Вот Венот Агровал, у него есть песня такая. Шьямли, камли, шьямли. Постоянно то есть поет. Только через любовь, только через любовь, только через любовь Богу возможно победить судьбу. Нет другого пути, нет другого пути. Итак, первый шаг. Человек начинает думать о святом человеке. Мой муж пьяница. Я его не люблю. Я чувствую бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле. Мне его тошнит. Я благостной. Он бле-бле-бле. Не по лекциям живет, гад. Итак, вот это то, что сейчас в реальной жизни. Даже спать не могу, реально. противно молитва пошла человек пропитывается святостью первое что происходит прощение прощение осознает означает осознание человек болен просто болен почему можем просто так осознать что человек болен потому что его разум больной влияет на мой и я не могу рядом с ним находиться мне плохо становится тоже противно становится нет силы чтобы рядом с этим находиться нет силы человек начинает молитву сила появляется смотрит влияния нет а есть несчастный человек который запутался в жизни и дальше когда осознание пришло что просто болеет наступает добрая речь следующий этап добрая речь уже к этому человеку с любовью начинаешь обращаться добрая речь это что за сила такая она пробуждает совесть сразу да ты с добротой человеком говоришь у него совесть просыпается сразу она все больше постепенно чем больше добрая речь чем больше человек начинает трезветь с любовью общение отрезвлять себя движемся вперед больше молитвы больше чистоты в квартире больше икон в квартире больше духовной музыки больше освещенной пищи больше возвышенного общения меньше выяснения отношений спиан и меньше его воспитывать меньше стрекировать меньше злиться меньше обижаться меньше мучить больше духовного общения больше любви больше нет добра беседы совесть просыпаются сильнее и дальше что принципы происходит он начинает говорить я не могу бросить пить это весь он отрезвел уже и это первая победа первый шаг победе не могу бросить пить продолжает пить ничего страшного это уже нормально уже все, пошло выздоровление. Потом дальше он начинает прислушиваться к лекциям, потому что он хочет бросить, а он знает, откуда сила идет. Сила идет от святости, он начинает к лекциям прислушиваться. Потянуло, потянуло, потянуло. Пищу освященную. Вот если человеку, который хочет пить, поставить ему освященную пищу и оскверненную пищу, какую он будет есть? Оскверненную. Он освященную, это двинь-то. Он страшно ее есть. Страшно есть освященную пищу. Она разрушает его несчастную жизнь. А он и хочет ей жить, этой жизнью несчастной. Но когда он потянулся к чистоте, он уже не хочет жить, а есть оскверненную, чистую пищу хочет. Но ему чистоты не хватает. Лекции начинает, духовную музыку слушать начинает. И что дальше происходит? Постепенно, потихонечку, его отрывает Год Духа, который захватил его сознание. Веселящего Духа. Веселящий Дух не может уже так сильно на него влиять, потому что там, где есть Бог, там Духи все разлетаются. Они могут там жить. Вам нравится эта мелодия? Да. Ведь она освобождает, да? Такое спокойствие появляется, сила такая. Потому что молитва это просьба о защите моей духовной жизни. Сегодня самый тяжелый день, самый дождливый, поэтому поставил эту музыку, чтобы мы победили. Завтра уже легче будет. Это секретная музыка. Я организую как-нибудь, чтобы вот эти, автора, чтобы у вас были, была возможность скачать себе. Я всегда вам открываю что-нибудь новенькое. А? На дисфестиваль сбросим, да? Это Марк Аврелий сказал. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы. Нет таких богатств, которые не пропадали бы. Нет такой высокой власти, под которую бы не подкапывались. Все это всегда разрушается и разрушается. И человек, постоянно живущий для достижения этих целей, всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться, страдать. Как только человек начал думать о деньгах, сразу включилась конкуренция, потому что кто-то другой хочет забрать у него эти деньги. Начальник хочет себе денег, рабочий себе, и они постоянно соревнуются, у кого будет больше денег. Беспокойство постоянно, страх в сердце. Если человек постоянно думает о своем здоровье, только о здоровье, у него страх в сердце развивается. Здоровье нужно для того, чтобы заниматься духовной практикой. человек должен желать здоровой жизни, но не надо постоянно думать только о здоровье, потому что эта мысль разрушает само здоровье. Человек, допустим, решил, что ему помогает голодание. Не Бог помогает, а голодание. А душа, какую природу имеет? анандам будки варданам, все возрастающее счастье, душа имеет природу. Это значит, голодать надо больше, больше, чтобы быть здоровым. Пять дней, ах, здоровее стал. Завтра шесть уже, в следующий раз буду говорить. Потом семь, потом восемь, потом одистрофел уже. И здоровье, наоборот, разрушилось. Наклонов 50, мало, 60, 70, 150, 200. Спину замкнуло. Все возрастающее счастье. Закаляемся. Пять минут, 10, 20 минут. Замерз. О деньгах думает точно так же, постоянно напряжение. Власть, человек попал, постоянно борьба за власть, невозможно остановиться. И так человек страдает и страдает, страдает, он не может остановиться, страдает и страдает. Это не свобода, это рабство, это порабощение. Apple, 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 Apple. Я когда Стив Джоц оставил тело и начал медитировать, куда он пошел, я увидел, что его тонкое тело похоже на Apple. Реально я просто, отчуда. Я увидел, что его тонкое тело, оно вот такую нектарную природу имеет, как Apple. И оно пошло вниз. А там есть низшие райские планеты, где живые существа живут, которые что-то хорошее сделали для людей, но не духовное. И там нет Бога. Там нет даже Солнца. Там все освещается искусственным образом. Это описано в Шамадбхагаватом, эти планеты низшие райские. И там живут одни атеисты, технократическая цивилизация. И все пропитано вот этим вот искусственным сиянием, счастьем искусственным. Понимаете? Если человек с мыслями пятый Афон пятый Афон оставляет тело, выпадает туда же, куда Стив Джотс пошел, на низший райский планет. И там вот эти коронакратические ситуации, нет Солнца, нет природы, нет счастья настоящего, все искусственное, все иллюзорное, иллюзорное счастье, все. Виртуальный мир. Понимаете? Страшно. Одна душа человеческой безопятности всякой неприступной крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу естественную твердыню? Почему мы занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашему сердцу? Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить, и что только от нашего неразумения и желания обладать внешними пустяками приходят всякие ссоры и вражда нашей жизни. Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что было в былое время ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут мудрецы, и едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прослывешь за мудреца, еще лучше. Будь доволен, если можешь теперь, сейчас же начать жить, как того требует совесть твоя. Прямо сейчас начни так жить. Олег Геннадьевич, не могу рано вставать, ничего страшного, просто слушай лекции. Делай то, что можешь. Не могу не объедаться, объедайся, посвященной пищей, объедайся. Олег Геннадьевич, не могу, на лекции засыпаю, спи, пожалуйста, на лекциях спи, с счастливым сном. У меня один человек написал, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, у меня бессонница, я под ваши лекции так хорошо засыпаю, я ставлю на этом ролл, как его, роллтер, на всю ночь ставлю лекцию, когда я просыпаюсь, опять слышу лекцию, опять засыпаю. Спасибо вам большое. Второе письмо. Выключите ваше аэрведа радио, я не могу спать по ночам, он постоянно играет и играет. Из риги написал, когда ты видишь, что человек заблуждается, ад, это мы уже читали. Нельзя заботиться одновременно и о душе, и о мерзких благах. Если хочешь мерзких благ, придется отказаться от своей души. Если хочешь убереть душу, откажись от постоянных мыслей и забот о своем развитии. и нато ты будешь постоянно разрываться и не получишь ни того, ни другого. Да, ты чем-нибудь мерзким, встревожен и расстроен, то вспомни, что тебе придется оставить тело. И тогда, что тебе раньше казалось важным, несчастьем, волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой не стоит беспокоиться. И самое главное, самое удивительное заключается в том, что человек, который забыл о всех своих трудностях и начал думать о возвышенном, несомненно, получает все самое лучшее в своей жизни. Он получает самых лучших людей, самую лучшую пищу, самое лучшее место для жизни, самое лучшее общение, самое тесное общение, самый хороший фестиваль. Все самое лучшее получает он будет счастлив бесконечно в это время, бесконечно счастлив, когда он оставил все свои заботы и посвятил себя духовному. оставь свои заботы падения и взлеты, пойми, что это жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Каждый знает, что всякая привычка от упражнений усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто много ходить, чтобы бегуном, надо бегать, чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать. Наоборот, если перестаешь делать то, к чему привык, то сама привычка падает, пропадает. Если например, пролежишь 10 дней, не вставая, потом станешь ходить, то увидишь, как слабы стали твои ноги. Если ты хочешь привыкнуть к какому-то делу, тебе нужно часто и много делать это. Если ты желаешь отвыкнуть с чего-нибудь, то не делай этого. То же самое бывает с способностями нашей души. Когда ты сердишься, то знай, что ты делаешь не одно это зло, но что вместе с тем усиливается в тебе привычка сердиться. Ты подливаешь дров в огонь, подкладываешь дров в огонь. Когда ты поддался плотскому соблазну, то не думай, что ты от этого успокоишься и больше об этом не будешь думать. Все наоборот. Ты подливаешь масло в огонь, поддался плотскому соблазну, он тебе изнутри начнет сжечь. И ты уже не можешь от этого потом отказаться. очень трудно. Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги, наши злые помыслы, желания так именно усиливаются. А потому, если ты не хочешь приучить себя к гневу, то всячески сдерживай свой гнев, не давай привычки нарастать, но каким приобретается путем такая сила в борьбе с своими помыслами, злыми помыслами. Внимательно слушайте. В борьбе с соблазнительным мыслям бывает полезно искать, 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 искать общество людей более добродетельных. Искать людей более добродетельных в своем сердце, искать таких людей, чем ты сам или вспомнить и читать поучениям мудрых людей, живших прежде тебя. Истинный борьб тот, кто борется со своими порочными помыслами. Борьба это святая. Она приближает тебя к Богу. От успешности зависит свобода твоя, зависит спокойствие и счастье твоей жизни. Пойми, всего есть два времени. Одно настоящее, в которое уступив порочным помыслам, ты будешь наслаждаться покотью. И другое время, в которое насытившись ею, ты будешь укорять себя и мучиться. Прими также в соображение то удовольствие, которое будешь испытывать, если воздержишься. Пойми, что и то, что трудно будет воздержаться, если однажды приступил меру. Но если ты будешь уступать своим порочным полостам и уверять себя, что ты победишь завтра, а завтра скажешь то же самое, то этим самым доведешь себя до такой слабости и болезненности, что на будущее время перестанешь даже смотреть и перестанешь замечать свои ошибки. А если заметишь, что у тебя всегда найдется готовое оправдание для всех твоих порочных поступков. Видите, здесь написано один только выход, один выход, это искать общение со святостью. Когда человек чувствует святость, у него все слетает. Ему же неинтересно, потому что сладкий вкус, другой вкус, сладкий вкус. Вот кому здесь мясо захотелось? Не поднимайте руки. Когда ешь соцвещен, смотрите, она питательная, она счастлива, она приносит счастье, она приносит радость, она очень вкусная, изысканная, пища, приготовленная с любовью, без оскверняющих ингредиентов. Ведь так, ведь правда, ведь вкусно, ну кто скажет, что невкусно? Кушаешь, еще хочется, еще хочется, и потом раз наелся вроде бы, и все рассосалось. Запора не возникло. Ветчина, она же не заходит просто так, и не выходит просто так. А благостная пища, она легко заходит, легко выходит. Когда от наказания Божьего человек становится лучшим в своем поведении, то он должен радоваться, радоваться постигшим его страдания, потому что они принесли ему великую пользу, и возносить за них благодарение к Господу, как за всякое другое счастье. Талмуд. Если делают люди глупости, они делают зло самим себе. Тебе же они не могут сделать злые дела. Ты рожден не для того, чтобы творить зло и грешить вместе с людьми, но для того, чтобы помогать им в добрых делах, и в этом находить свое счастье. Знаю, что если кто-то несчастен в этом мире, то он сам в этом виноват. Потому что Бог всех создал только для того, чтобы мы победили свою судьбу и были счастливыми. Бог никого не создал для несчастья. Бог создал нас также вместе с нашими препятствиями до этого счастья. препятствия побеждаются двумя способами. Первый способ страданиями, второй способ знанием. Знание приходит от святости. Поэтому думай, выбирай, куда тебя понесет. Ну, мои хорошие, я думаю, что я больше вас не буду мучить. Скоро уже следующие лекции. может, вопросов каких-то? Если вопросов нет, значит, кормили хорошо. Хорошо, это сто процентов. Есть вопросы? Секретные давайте. Секретные вопросы. Только не про геморрой, пожалуйста. Только не про геморрой. Так. Скажите, пожалуйста, кто такие ангелы? О, классный вопрос. Хороший вопрос. видите, в каждой системе есть свои классификации. Вот, допустим, в христианстве это называется ангелы, а в ведической культуре называются ганхарвы. Ну, то есть везде описано, во всех священных писаниях описаны высшие живые существа. Кто такие ангелы или ганхарвы? Они постоянно поют о Боге. Это возвышенные живые существа, живут в тонком теле, у них есть крылья, рисуют правильно с крылышками. Они прилетают к тем, кто очень возвышенно молится, живет чистой возвышенной мыслью и жизнью. И когда они прилетают, это признак того, что ты скоро тоже туда полетишь. Когда человек начинает чувствовать высшие живые существа, значит уже Бог ему сказал, где ему следующее место. Когда человек чертей видит, значит следующее место там. Понимаете, потому что черти по-другому называются в ведической культуре, называются слуги ямараджа, ямадуты. Это такие живые существа страшные. Один человек начал заниматься духовной практикой интересным образом, рассказал свою историю. Он занимался в криминальном мире, и один раз он сидел в ресторане со своими дружками, и пришли противоположная группировка, взяли автоматики, вытащили, и он видел, что за каждым из этих дружков стоит по вот этому ямадуту, такие черти, как бы страшные живые существа, и показывают опа, стрелять. Вот так. Готов человек, следующего показывают, стрелять. И так это доля секунды у него растянулось все, медленная съемка пошла. И он увидел, как одного за другим расстреляли в долю секунды просто всех его друзей по приказу этих чертей. А потом они все эти черти подошли к нему и сказали, ты будешь следующим, но не сегодня. И он остался один в этом ресторане сидеть, кругом одни трупы. И потом он увидел такого паренька в красных одеждах, простынях. и он ему показал Бхагавадгиту. Тут начал читать Бхагавадгиту, увидел там картинку, как вот эти черти ямадуты вытаскивают душу из тела. Не пугайтесь, у вас еще ничего не происходит и не произойдет. И он говорит, о, я их видел, узнал. И ему тогда этот возвышенный человек сказал, а ты хочешь больше никогда их не видеть? Он говорит, хочу, хочу, они мне обещали. Занимайся духовной практикой. Когда человек занимается духовной практикой, не могут коснуться этого человека, слуги ада не может. Я ни разу не видел, чтобы люди занимались молитвой и попали в наниши планеты. Я такого никогда не видел. Человек искренне молится, бросает есть мясо. Это важно. Чтобы не попасть на низшие планеты, надо бросить есть мясо. Мясо сильно тянет вниз. Это проклятие кушать эту пищу. Проклятие. Когда человек не ест мясо, уже не попадает на низшие планеты. Молитва возвышает человека. Ангелы снятся тем, кто должен попасть наверх, пойти наверх. Начинать чувствовать высших живых существ. Они постоянно поют о Боге. Вот как этот человек. Очень чистым, возвышенным, далеким голосом, красивым. Они поют. И человек тянется к ним. В таком состоянии он оставляет тело и попадает на высшие планеты. А? Как они называют? Сганхарвы? Есть чираны такие тоже высшие существа. Есть ситхи. Ситхи это существа, которые дают знания людям. Чираны они красоту возвышенную показывают. Чародеи. У нас тоже есть. Бабка Ёшка это женщина, которая занимается йогой. Бабка Ёшка. Ведьма та, что знает веды. У нас же когда ведическая культура на Руси была, ее свергли и все это стало нарицательным. То есть медведь, тот кто знает где мед. Мед мед ведь. Да, мед вед. Все у нас тоже на русском языке тоже все это есть. И вот эти слова часто такие даже пошлые как бы они из санскрита идут, с древних языков. Например, одно из видов слабительных в Аюрведе называется срансона. Прямо так называется. видите, как языки близки друг другу. Ладно, все, не буду вас больше мучить глупостями. Все сели прямо. Сегодня будем желать всем счастья. Я шлаю всем счастье. Я шлаю всем счастье. Я шла всем счастье. Я шлаю 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 всем счастье. Я, швай, си, шест. 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 Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.